Теперь атака 4-2 погоняющими, но всё-таки Хомченко! Как? Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать в Хабаровск! На очередной матч регулярного чемпионата Фонбет-континентальной хоккейной лиги Хабаровский Амур принимает на своём льду омский авангард. Меня зовут Роман Скворцов. Ну и поехали! Стартовое оббрасывание остаётся за гостями. Взял такую небольшую паузу. Кальдивосточники пробуют прострел вдоль ворот. Небольшой рикошек. Шайба мимо ворот пошла. Грецкий Лапин и Гиздатуллин. Ну и здесь страхует стремящихся контр-атаку партнёров Улик. Более того, он не собирается останавливаться на достигнутом. Он поддерживает эту атаку. Он отвлекает на себя внимание соперников. И после перевода партнёра Коршков загоняет шайбу в ворота. Великолепнейшим броском с ходу. 1-0. Амур выходит вперёд. Понятно, что в начале матча два таких удаления подряд мячи схватили. И сейчас несколько взвинчено принимают они любое судейское решение. Не в свою пользу. И вот что помогает лучше всего с этим бороться. Томаш Юрчо выплеснул эмоции в этой беседе с арбитрами. И следующим шансом у чужих ворот воспользовался в лучшем виде. С неудобной руки Юрчо забрасывает свою первую шайбу за авангард континентальной хоккейной лиги. Но у него есть опыт. Это его третье пришествие в Борисе и Кунелуне. Юрчо уже играл в КХЛ. Поднимается на вершину Яндроск. Брос на ворота. И бросок. Виктор Балдаева с этим броском Хомченко справляется. Грачев идет в зону. Не стал бросать из-под защитника. Потащил вперед. Посеял панику Панюкову. Не удалось с близкого расстояния по скачущей шайбе попасть. Тем не менее момент Грачев создает очень хороший. Вот момент, который создавал Грачев. Грачев собирается в зону. Вскрес с бушебросок от Рида. И опять, как показалось, не без труда. Шеребзянов. Последние секунды первого периода Рудамир не стал бросать по воротам из своей зоны. Первый период окончен. 1-1 в матче между Амуром и Авангардом. Дмитрий, зрелищная игра. Были моменты. Первыми открыли счет. Но соперник достаточно быстро вернулся в игру. Как думаете, почему? Ну, как бы они на первом месте идут. Не зря. Поэтому хорошая команда у них. Что еще сказать? Да, мы открыли счет. Они сравняли. Но сейчас еще два периода. Поэтому, я думаю, нас ждет еще более интересная игра. И более такая, по нокауу, наверное, еще больше прибавится, чем сейчас. Пока рвется Амур вперед. Бочаров не стал бросать. Дождался подключения и передачу Балдаев. Передача Балдаева к Коршкову под ворота. И здесь Хомченко читал. Вовремя переместился. И не позволил Егору оформить дубль. Но момент был хороший. Опять же, отмельчим передачу Брынцева. Вот так ощупал себя. Поправил визор. И готов продолжать. В центре поля шайбы перехватили. Дроск в дальний. Щиток Хомченко на пути шайбы. Ударяется она в заградительную сеть. Теперь на тренерской работе. Карьер завершал Хабаровский. Как раз момент. И Попов спасает свою команду. Еще один момент. У Владимира Ткачева. И Попов снова выше всяких похвал. Первые пары атаки. Николишин составляет ему компанию привычно. В этой расстановке. Ну и вот этот момент. Дроск мог вывести свою команду вперед. Но Бумченко оставшись на линии ворот. Уже этот шайбы зацепил. Сейчас продолжают они исправно пополнять эту статистику. И Поршков прошел. Пьяновым выхотелся на ворота. И вот опять такой тачдаун в стиле. Нечушкина мог занести 96 номер Амура. Опять же тут какой персонал. Распоряжение Михаила Кравца. Пинок усиливает бригаду большинства, которой много времени не потребовалось. Рид Буше. Вот что значит лучший снайпер континентальной хоккейной лиги. На такой уверенности в себе и заходят. Броски в том числе из таких совершенно необязательных позиций. Но пришла беда открывая ворота. Тридцать пятая шайба Рида Буше в этом регулярном чемпионате. Восточники на выходе из зоны. Но помели быстро Николишину нейтрализовать. И теперь атака 4 в 2. Погоняющими. Но все-таки Хомченко. Как? Давайте смотреть, что здесь произошло. Дрозд разогнал атаку. Бросок Никонцева на добивании. Кулик. И не перебросил он щиток. Хомченко. Выиграл в одну калитку. Рылов. Лижний в итоге бросает рядом со штангой. Шайба проходит. Все-таки выцарапали шайбу тигры. Мищенко. Поджимает уже время хозяев. Бросок Коршкова. Точнёк из Хомченко. И большинство уже на старте третьего периода будут пытаться дальневосточники реализовать. Иван, в недавнем интервью клубной пресс-службе вы сказали, что сегодня будет игра характеров. Всё так? Да, действительно. Считаю, что всё так. Все выкладываются на все 100% на каждом сантиметре поля. Поэтому тяжёлый игрок. Исключая пробросы, давая возможность замениться под уставшим партнёром, Шевченко. Не смог выбраться на пятак. Не пустил его туда Шеребзянов. Ещё прострел. И Хомченко кладёт щиток. К левой от себя штанги. И не позволяет под ним пропихнуть шайбу в ворота. Снова опасный момент. И снова чётко действует голкипер. А вот Бобков тут напарил. Долго искал продолжение. И в итоге сделал перетачу на соперника, который по пустым воротам не промахнулся. Холодилин принимает поздравления. 3-1. А мячи вдали от собственных ворот. Вот и момент у них сейчас возникает. Убирает неудобную Мартынов. Но не хватает буквально мгновения, чтобы бросить. Чистяков. Спирает Балдаёв шайбу отобрать у коллеги Пампу. А удаление будет у авангарда. Чуть ли не пятая уже в этом матче. За ворот Пунякова Киселевич против него. Силовый приём проводит. Но до шайбы не добираются мячи. Коршков. Гол. Всё-таки сработало. Вот эта комбинация с доставкой шайбы под ворота. И за минуту ровно до конца третьего периода до минимума. Амур сокращает своё отставание. Это тот самый случай, когда лучше поздно, чем никогда. Морков так и не сменился. Коршков режет угол на пятак. Нет, шайба не попадает в ворота. И фол Коршкову. Он не избежал столкновения с ротарём. Шевченко выиграл сбрасывание. С победой интересный, зрелищный матч. Что скажете вы? Всем ли остались довольны? Да, в принципе, всем. Тяжёлая поездка. Дальний Восток. Только прилетели с Владивостока. Снова тут разница по лицу. То есть очень сложно, конечно, ребятам играть. И я горжусь командой. Молодцы. Старались, по крайней мере, выполнять всю нашу установку. Играли самоотверженно. Очень много выстояли в меньшинстве. Поэтому благодарность ребятам за эту очень важную победу. Ребят, молодчики. Просто здорово. Горжусь вами. Просто здорово, потому что очень тяжело здесь играть. Все силы вы сегодня приложили. Претензий именно по отдаче, по мужеству вообще нет. И очень важная победа. Всех поздравляю. Давайте, ребятки, восстанавливаемся, готовимся. Окей, все молочки, красавцы, меньшинство, здорово отработали. Но все, я холоду отдам. Победа была. Парни, что, всех с победой. Сейчас время мало восстановиться. Правильно подойдем и готовимся к следующему. Спасибо.